Ну а теперь давайте познакомимся с устройством USB ADC модуля и начнем с программы во флоу-коде. Здесь применяется стандартный макрос GetoDS115Float, но единственное исключение это то, что я вывожу из него не напряжение в вольтах, а напряжение в миливольтах. Тут еще было деление на 1000, я это деление убрал. То есть теперь на выходе этого макроса мы получаем напряжение на выбранном канале АЦП в миливольтах. Это нужно для того, чтобы нормально отправлялась в ком-порт и вся обработка данных уже происходит на самом компьютере в программе ХАЯСМ. И также в программе я решил не задействовать все коэффициенты усиления, а только три из них. Это самый младший, самый старший и посередине 1024. Ну из макроса я их никуда не убирал, места они занимают немного. Далее, Time, это у нас прерывание. Частота прерывания получается 3906 Гц для внутреннего генератора на 8 МГц. И здесь мы ведем отсчет миллисекунд. То есть если переменная TIG равно 390, то прибавляем переменную MS100, 100 миллисекунд. Увеличиваем ее до тех пор, пока она не станет равна 9999. Потом мы ее обнуляем. Тут как бы все просто, стандартно. Считаем тики, заходы в прерывание. И на этом основании получаем реальное время. Интерапт. Это прерывание по входящему сигналу с ком-порта. Стандартные функции. Прием строки. Таймаут 20. Количество бит 10 поставил. Принимаем строку Receive STR. Потом мы ее преобразуем в переменную типа Integer. То есть получаем число и с ним уже работаем. Так мне проще. Здесь два условия. Первое из которых я уже рассмотрел в загрузке Bootloader видео. Если эта переменная равна 1, 2, 3, 4, то вызываем вот такую функцию. Обращаемся к этому адресу. То есть переходим в автозагрузчик. Начинаем принимать новую прошивку. И добавил, если код равен 4, 3, 2, 1, то переходим на нулевой адрес. Это полный рестарт. То есть начинает он сначала. Сделано всякий случай. Мало ли что. И далее то, что у меня здесь есть. Это выбор коэффициентов усиления входов. От 1 до 12 числа, если мы отправляем 1, 2, 3 коэффициент усиления для нулевого канала, 4, 5, 6 для первого канала и так далее. Второй, третий канал. В зависимости от присланного числа мы выбираем в данном случае К0 равно 4096. Если равно 8, то К2 равно 1024. Все это макрос прерываний по входящему сигналу от компьютера на микроконтроллер. И основная программа. Памятка, что макрос выдает значение в миливольтах. Еще раз повторюсь, это сделано для правильной отправки в компорт. Чтобы никакие цифры там не терялись случайно и все было ха-я-шо. Пауза. 5 секунд. Также я показывал в видео, что бывают глюки у меня при работе с компортом и выпадает синий экран. Сделал задержка 5 секунд. Если устройство подключено к USB-WARD преобразователю и мы включаем его в порт USB компьютера, то вот эти 5 секунд программа ничего не делает. Это у нас переходник распознается компьютером, подключается там все и готовится к работе. Надеюсь, это обезопасит меня от нежелательных сбоев. Ну и следует учитывать, что в программе, начиная мы в Хаясме, нажимаем кнопку открыть порт только по истечению 5 секунд. Ну удобно это смотреть по светодиоду на переходнике USB-WARD. Он начинает мигать, то есть микроконтроллер что-то отправляет в компорт. Включаем прерывание по RS-232 и таймер, который считает наше время. Инициализируем I2C-Master. Определяем начальные значения коэффициентов. K0, K1, K2, K3 для каждого канала по умолчанию максимальное. И далее основной цикл. Здесь вызываем макрос getADS, channel 0, коэффициент усиления K0, возвращаем переменную U1. Преобразуем в строку, ограничиваем 7 знаков и отправляем в компорт. U1 равно, наша переменная, в конце буква V, следующий канал опрашиваем. Первый канал, коэффициент усиления для первого канала. Преобразовали в строку, ограничили, отправили и так далее. То есть вот здесь мы заканчиваем отправку четырех значений напряжения со всех каналов АЦП. Пауза 15 миллисекунд я поставил для более равномерной работы для приема программы на компьютере, потому что в каждом макросе опроса АЦП у нас есть пауза, вот она, 15 миллисекунд, потому что здесь мы запускаем однократное измерение выбранного канала. Ждем, пока это измерение закончится. Оно занимает вроде около 7 миллисекунд. Ну я взял с запасом. И далее получаем это значение. То есть между всеми отправками значения напряжения есть пауза 15 миллисекунд. И поставил такую же паузу между отправкой и отправкой значения времени. Тут у нас что? Переменная time типа float равно нашей переменной сотни миллисекунд. И делим ее на 10. То есть получаем здесь реальное время в секундах и запятая десятой доли секунды. Здесь ограничение. Если time больше 1000, то 6 знаков. Если больше 100, то 5 знаков. И если меньше 100, то 4 знака. Преобразовали в строку. Отправляем T равно строка S. И добавляем паузу, чтобы у нас весь цикл занимал примерно 100 миллисекунд. Вот и вся программа. Стандартный COM-порт RZ32 и I2C мастер. Настройки. От мега восьмая. Частота 8 мегагерц. Это внутренний генератор. Ну и вроде бы все, что у нас есть по флоу-коду.